Life is easy! Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, вы не поверите, мы и сами в это слабо верим, группа Manavar и бессменный лидер, бас-гитарист Джоуи Димайя, его помощники. Пожалуйста, я вас прошу, представьте, чтобы мы все-таки всех знали и в лицо, и по голосу. Меня зовут Рами Пьер от Magic Circle Music и Мануэла Руда от Magic Circle Music тоже. А как это понять? Это какая должность? Мы работаем с человеком вместе с Magic Circle Music. И не забудьте, пожалуйста, о нашей переводчице, которая будет помогать нам, дорогие друзья, помочь понять друг друга. Я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире, звоните, пишите к нам на скайп, пишите на сайт якбург.тв, задавайте вопросы, комментарии, я обязательно их буду зачитывать, и обязательно мы постараемся на них на все ответить. Посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть поближе к микрофону. Дорогие друзья, группа Manavar, Manavar, как мне правильно сказали, только в России называют его Manavar, признана самой громкой группой в мире. Почему? Расскажите, пожалуйста, зачем такая громкость? Берут громкостью, когда не хватает чего-то? Я не женился, но, да, я люблю тебя. И, да, я буду вместе с тобой. Вы, по-настоящему, спасибо. Дорогие наши зрители, ведущие каналы ЕТВ очень нравятся группе Manavar, они готовы за нами пойти хоть на край света, но все же, переведите, пожалуйста, вопрос. Почему ваша группа была так громкостью в мире? Потому что heavy metal is about power and sound, and we have the most powerful people, so we have to give them the top sound. The top people deserve the top sound. Джоу Ди Майо говорит, что эта музыка, в принципе, подразумевает очень высокие частоты, очень сильный звук для того, чтобы действовать чуть ли не на подсознание. А были ли случаи на концертах, может быть, вы о них знаете или вы о них расскажете, когда реально людям становилось плохо, потому что физически громкий звук очень сложно переносится? Плохо нет, но, может быть, лучше еще? Аж вы кстати. Зашли в экшен люди. Музыка для удовольствия. Музыка для удовольствия. А скажите, пожалуйста, а вот вы ответьте, почему в Екатеринбурге говорят мэнавар, а не мэнавуа? Мы тоже задали этот вопрос Джоу Ди Майо. Он сказал, что это только Russian people. Мы не знаем вот почему. Это наша особенность. Скажите, скандинавская мифология, она близка вам почему? Почему она красной нитью сквозь все ваше творчество? Есть, может быть, у вас какие-то герои любимые? Может быть, в принципе, вам вот близко это направление, этот менталитет? Почему скандинавская мифология использована в вашей музыке? Сильные позитивные люди заражают с огромной позитивной энергией. А вы переведите, пожалуйста, вот просят наши зрители, переведите поподробнее. Используют много разных видов они музыки, любят разные эмоции, но все это основано на хороших историях, на позитивных эмоциях, и чтобы люди получали именно удовольствие от музыки. Только поэтому. А есть какая-то самая интересная история именно для вас? Вот для вас лично, как для основателей, бессменного лидера этой группы? Не может он сказать, потому что надо просканировать всю группу. Начиная с маленьких детей, которые слушают. Скажите, а какими качествами должны обладать участники вашей группы? Наверняка, помимо музыкальных, профессиональных навыков, должны быть еще какие-то человеческие. Переведите, потому что... Какие эмоции вашей группы должны иметь? Все люди в вашей группе? Все, когда мы на сцене, энергия от зрителей выстрелит. Какая губка. И это очень сильное. И звук музыки, энергия, и энергия по-другому. И это замечательная, замечательная энергия. И поэтому все равно нужно приехать tomorrow night к КРК Уралец и получить их ас-каку и получить их голову отзываться. Потому что... Я не знаю, кто играл в этом месте раньше. Когда мы закончили tomorrow night, the people here that come to Yekaterinburg are going to hear a concert like they never heard in their life. We have a special PA system. That's the number one PA in the world and it's going to kick everybody's ass. Джои говорит, что нужно обладать большой безумной энергией, которая захватывает волнами на концертах, которая заставляет биться сердце очень сильно. И то, что будет завтра в КРК Уралец, это будет один из особеннейших концертов с особенным звуком. То есть это будет ну что-то такое, которое надо посмотреть обязательно. Друзья, завтра в КРК Уралец будет происходить нечто невероятное. Вы, может быть, нам расскажете конкретно, что невероятное. Это будет особенная музыка, это будет необыкновенная программа. Давайте вот вы молчите. Как сказал Джуди Майер, it will be a bomb, right? For sure. And I want to say that the company that has brought Manowar to Yekaterinburg, it's called Mix Art, and they have gone all the way 100% to make the concert the maximum for the fans. They really love music, and we're very proud to work with this very good company because it's unusual to find people who care and have so much love for the fans first. And I hope the fans will support this because unless we have people like this that will really bring a band like Manowar with all of our equipment and all of our requirements, heavy metal will have problems. but these guys, they want to do it for the fans. It's a bomb. 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 Для всех фанатов. То есть фанаты будут действительно поражены и шокированы тем, что будет. Секрет не откроет? Нет. А почему это такая... Единственное, что сказала Джо Димайер, что слушать на CD-дисках или на компьютере или на магнитофоне нет. Надо увидеть это вживую. А почему такая честь именно Екатеринбургу? А я у меня к вам вопрос не расскажите. Почему мы приехали? Потому что это Рок-сити. Это Рок-сити. Потому что это город Рока. Это город Стилл. Это город Стилл. И все вы злые животные которые смотрят это, начинайте имейл всех ваших друзей с URL чтобы они могли смотреть это и посмотреть что происходит в Рок-сити в Екатеринбурге России. Потому что tomorrow night мы будем снять от крик уролитц. Believe me we're going to make sure that building is safe for concerts for another hundred years. Отличный промоушен. Я бы сама ломанулась. Чтобы завтра получить суперудовольствие на концерте. И еще раз. Вы тоже покупать тикет. Потому что вы работаете. Вы работаете. Но всем остальным я желаю вы spend the money and buy a ticket now and if you don't like it don't come back for the rest of your life but you will like it. Не вернётесь к прежней жизни, дорогие друзья. быстренько. Бегите за билетами. Не пропустите великолепное шоу. Скажите, а какие уральские... Вот и вы говорите, что Урал, Екатеринбург, столица рока, столица металла. Какие уральские рок-группы вы знаете? И знаете ли? Do you know any Ural rock bands? Not yet, but this is my first time. But I'm hoping to learn something about the bands, the city, the area, the girls. I'm hoping to receive an education while I'm here. Maybe you can help me. Это был первый его визит. Да, это первый визит нашего гостя Викторинбург. Поэтому он пока не знает, но будет учиться. Да, что мы научим его. У нас есть группа Чаев. Я вам советую послушайте, пожалуйста, нашу группу. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, просвещайте наших гостей. Скажите, вот ещё о вас очень много пишут, что вы не стесняясь в выражениях, конкретно вы, Джоу и Димайя, не стесняясь в выражениях, говорите о псевдо-рок, псевдо-металлик группах. Вот что такое, какие группы являются, на ваш взгляд, псевдо-металлическими и почему? What groups do you know that is not rock, real rock? And you also told many words about this unreal group. about the false middle? Yes, we think that a musician plays music first of all from the heart, not just for money. And a musician, if they play from the heart, then they love the music first and they have to love the people that they play the music for. This group does not do it for money, but it does from the heart, to give the joy to the audience. I'm curious, what groups do you think are псевдо-металлическими? Do you know name of groups? Помогите мне, No, because... Are they unreal rock groups? But the program, the program would have to take three days in order to name 10%. Dear friends, we have Columbia, I'm on the phone. I'm listening to you. Hello. Hello. Nice to meet you. Hey, yo. What's up? I'm David. I'm from Columbia. I'm from Columbia. Oh, good. Columbia. Skype. Very good. I'm from Columbia. Dear friends, we have a connection so we have a connection so we have a connection to... No, it's not connection. Ask, please. Dear friends, we have a connection so we have a connection to... No, it's not connection. Ask, please. Dear friends, we have a connection to... What are the technical mistakes? Joe, скажите, пожалуйста, были ли моменты в вашей группе, когда вы находились вот на грани бедности, на грани такой нищеты, что думали, нет, все, наша музыка не принесет больше никакого нам, никаких дивидендов, хватит уже этим заниматься? Is there any moments, when your band have no money, you were really poor and you will be upset and you think that your music will not bring you anything more? Well, we started out to love the music first, not to make a lot of money, number one. Number two, any money we have ever made, we put back into our equipment, our records, our T-shirts, and that's why we have the best fans because we give them everything we have to the top level where other bands, many of them are only concerned about doing everything as little as possible to take the money and go here. But that's not our style. That's why we have the strongest fans. The most important for this group is the love to music. Not to money, but to music. And they do it with all their soul. It's not like all the others taking the money in the pocket, but Jody Meyer wants to bring love. Hello? Hello again? Hello. Yo, I have a question. I'm from Colombia, and I want really to know when do you plan like South American tour or something like that. As soon as we can find a professional promoter like we found here in Екатеринбург. And let me tell you, we know the fans have been waiting for 20 years in Colombia. Как только он найдет лучшего промоутера, которого здесь он нашел в Екатеринбурге, так сразу же и приедет. А вопрос как звучал? Когда он приедет в Колумбию? Когда приедет в Колумбию? Промоутера. Если кто-то знает профессионального промоутера в Колумбии, пишите, звоните к нам на сайт, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вот сейчас очень много таких наездов на музыкантов, которые не имеют музыкального образования? А у вас и у членов вашей группы есть музыкальное образование? Музыкальное образование? Да, я знаю. А где вы учились? Where did you study? Я учил во всем мире, по всему миру учился музыке. Жизнь, жизнь ваш учитель. Life is your teacher. Life is my teacher. I also have a doctorate in music, but I don't believe education is the only thing that's important. I believe it's very important. But there are many great musicians who don't read music, they're blind. There are many great musicians who don't necessarily conduct symphonies. It's all about what you have in here. It doesn't matter what the paper is on the wall. образование у многих музыкантов нет именно музыкального образования. Вот он опять говорит, что нужно сердцем и любовью чувствовать музыку, чтобы она шла от сердца. Дорогие зрители, Джоди Майер очень, по-моему, единственный из всех рок-музыкантов уникально играет римского Корсакова на гитаре. Какие еще русские композиторы классики вам нравятся? Are you going to be there tomorrow night? I'll play it for you. Завтра приходите, он сейчас играет. Расскажите, пожалуйста, про русских классиков все же. Do you know any Russian classical music? Do you play them? No, 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 on the guitar. Like Flight of the Bumblebee, yes. Of course, I mean, I love the piece of music. I think it's absolutely beautiful. I think it's absolutely brilliant. And do you play? I will play it tomorrow. Tipo poleta шмеля римского Корсакова, а что-то будет сыграно завтра? I will even have to take a shot of vodka tomorrow night before I play it in order to have, you know, the right inspiration because here on Russian ground, vodka, girls, get the feeling, the music, you know, you put it all together. Это он сейчас шутит. Шутит водка девушки, а все же, почему же образ, образ рокеров, металлистов всех так неизменно, вы подключаетесь тоже. Давайте вот спросим наших гостей, почему образ рокеров настолько тесно связан с водкой, с рокерами? Нет, у нас все-таки есть скайп, дорогие друзья. Здравствуйте, откуда скайп? Алло? Алло? Из Москвы. Здравствуйте, я вас слышу. Алло, меня слышно? Алло, слышно ли меня? Слышно, слышно вас, алло. А, здрасте. Да, есть вопрос. Давайте. Hey, Joey, Рэми, и Мануэль, it's really nice to see you once again. Thank you for calling in, brother. I have a question. I... So, I've seen you four times this tour, and all the shows you played the same set list. Will you play for Екатеринбург something special tomorrow? Something special for the steel city of Екатеринбург? Well, if I tell you that, then I ruin a surprise, don't I? Он не хочет говорить, потому что не будет сюрприза. Каждый концерт отличается стабильностью, они играют почти один и тот же... I hope you will play something, yeah. ...один и тот же плейлист каждый раз, но Джоди Май не хочет раскрывать секретов... ...особенное в этом концерте. Не хочет раскрывать секретов, очень профессионально по-менеджерски хранит тайну, обещает бомбу. But now that he mentioned it, the reason we are playing the same set list is because we are recording a live album. And that means if it's a great crowd tomorrow... почему играется один и тот же set list, потому что завтра будет вот реальная бомба, но она будет не... Да что же это за бомба такая? приходите... Давайте эксклюзив для канала ЕТВ. Маленький-маленький секретик, пусть откроет. Что записывается? Новый альбом. Новый альбом? Да. Живой альбом. А все же расскажите, почему рокеры так тесно связаны... А у вас есть еще вопросы? Нет, нет вопросов с девушками, с водкой, с громким голосом. Переведите, пожалуйста, по-самому делу. Джуди Майер очень сильно шутит по этому поводу. Это единственная команда, которая не пьет и не курит. Ту и нот тринк водка? С вами выпьет. Я поняла, ну правда, почему история такова? Почему все рокеры в черном, в кожаном, с длинными волосами? Расскажите. Почему все рокеры имеют длинные волосы, ледяные волосы, и они пьет водку и пьет грибы? Окей, я расскажу вам, почему. Первое, мы имеем длинные волосы, потому что девушки нужны что-то, чтобы держать. То есть, первое, почему нам нужны длинные волосы, девушки должны за что-то дергать. Когда вы в моменте. Вы понимаете? Ну, вы поняли, в какой конкретно момент. Да, мы поняли. Ледяные волосы, потому что ледяные подходит очень крепко, и девушки могут видеть, что они получают. Очень заметно, очень обтягивающе, и девушки заметят все, что нужно. Они не сделают плохие решения, вы можете сделать инстантно хорошие решения. Дорогие друзья, помогите мне, потому что я не могу справиться с этими шутками. Помогите, пожалуйста, вы мне. Наверняка, Джоди Майя, наверняка вы несколько иные люди в жизни. У нас в России есть традиция петь застольные песни, рассказывать какие-то задушевные истории. Ну, расскажите, ну, спойте что-то такое, чтобы мы с другой стороны вас увидели. Я у вас спрашивала, но вот вы видите, а раздеваться не надо. Ну, все-таки переведите, пожалуйста, мой вопрос более подробно. Она хочет, чтобы вы здесь не видеть, или сделать что-то не особенное для вас. не только рок-музика, показать нам ваша другая сторона. Но что это значит, другая сторона? Еще одна сторона вашего человечества. Завтра приходите. Дорогие друзья, очень любвеобильные у нас сегодня герои. И он обещает всем красивым девушкам показать себя с самых разных сторон, но расскажите, пожалуйста, про свою семью. Не может человек семейный так шутить. Have you got a family? My family is the family of metal. Семья? Моя семья – это металл. It's a big family worldwide. Джуди Майер не женат, и у него нет детей. Вы в поиске? You are looking for a girl? You mean, do I have a girlfriend? Yes. All girls are my friend. Все девушки и его друзья. Пять лет назад вы дали какой-то незабываемый концерт в пять с половиной часов. Это был живой звук. Как вас вообще хватило на этот концерт? Пять лет назад вы играли пять и половину в Булгарии. Yes. And how he was able so much energy to make show like this? Well, you know, the Bulgarian fans are a great audience. They're fantastic people. It was an outdoor concert. The weather was beautiful. It was just one of those crazy things. We had an inspiration to do it. And we did it. В Болгарии шикарные фанаты, шикарные зрители. Была отличная погода. Поэтому им было сделать это легко и приятно. Дорогие друзья, у нас есть звонок. Я вас слушаю. Здравствуйте. Вы откуда и как вас зовут? Здравствуйте. Я из Москвы. Hello, Joy Demayi. I'm from Moscow. You're the best one. You're the best. I'm flying from Moscow tomorrow to Yukatirinburg just to see you. Just to see one gig. You are the best man. You're the best man. Я из Москвы прилетаю завтра в Екатеринбург. But this is important. You are the best. This is important because this guy is not an asshole. This guy is a true brother of the mess. He's not flying here because he's rich. He's flying here because he probably is using all the money he has because he loves music and he loves the the feeling in the concert of all the people the brothers and sisters of metal were like a family all over the world. Это целая семья. Дорогой зритель, есть у вас вопрос? Алло, алло. Нет, зритель просто хотел выразить свое восхищение. Он позвонил ровно для этого. Вы увлекаетесь тяжелоатлетикой. Любите, как водятся мотоциклы. Нет, друзья, у нас еще телефон. Не могу задать вопрос. Я вас слушаю. Здравствуйте. Алло, алло. Один еще звонок. Один еще звонок. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Вы только что звонили? Да. У меня вопрос. Да. Да. У меня вопрос. Окей. У меня долго. Говорите по-русски. Мы можем перевести. Дайфу Мэттл. Сон. Я давно не слышал песню Дайфу Мэттл. Как называется? Дайфу Мэттл. А, Дайфу Мэттл. Дайфу Мэттл. О, я рад. Спасибо. Я рад, что ты любил песню. Это песня. Он не слышал. Он не слышал. Он не слышал. Ну, у нас 12, 14, 15 альбомов. Это сложно играть всем любимым песком. Будет ли завтра она исполнена? Может быть. Может быть, дорогие друзья. Все зависит от вас. Скажите, а у нас есть еще время? Вы же у нас следите за хронометражом. Окей. Я бы хотел сказать, что это было красивое интервью. Последний. Ласт куэстчин. Окей. Пожалуйста, у вас на сайте совершенно уникальное обращение к жителям города Екатеринбурга на русском. Можете повторить специально для нас? Да. У вас есть в своем сайте что вы сделаете промоцией в Екатеринбурге в русском. Для жителей. Для всех наших в русском. В русском. Я буду говорить в русском. В течение дня я буду говорить на сцене. Он завтра на сцене будет говорить по-русски. Ласт кул. Окей? Ласт кул. Алло, алло, я вас слушаю. Алло, я вас слушаю. Здравствуйте. Алло. Только для вас. Спасибо. Здравствуйте, я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы вас все слушаем. Отлично. Я большой фанат группы Мэн Оуэр. Я из Екатеринбурга. Биг фэн от тебя. Завтра я иду на концерт. И у меня такой вопрос. У меня есть диск, который я бы хотел подписать. Будет ли автограф-сессия какая-то? Или что-нибудь? Это какой-то мероприятие. Мы вас поняли. Отвечаем. Будет ли вы это tomorrow? Нет. Не возможно. Потому что если мы подписываем для него, то мы должны подписывать для других 5000 людей. Это невозможно. Если мы подпишем ему, то придется подписывать всем. Вы понимаете, сколько народу будет? Я сожалею, но автографы вам не видать. В отличие, видимо, от нас, дорогие друзья. Сегодня в гостях у нас была группа Man of War. Замечательная переводчика, замечательный Джоу и Димайя. Замечательные наши помощники, которые сидели сегодня и молчали. Никаким образом мне не помогали, но зато вы их видели. Приходите завтра на концерт в Уралец. Наслаждайтесь. Завтра будет бомба. Всего вам хорошего. Сегодня с нами на канале этого группа Man of War. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok